В последнее время все больше и больше приобретает популярность туризм, городской ритм, особенно в Москве, он, конечно, достаточно давлеет. И иногда хочется куда-то выбраться. И подчас для этого даже не обязательно выбираться куда-то надолго, уезжать на неделю, на несколько дней. Достаточно неплохо можно выбраться даже одним днем. Вот мы, например, сейчас держим путь из Москвы в Тверскую область, в Старицкий район, в пещеру Доклоборсущую. Но пещера это как бы на жаргоне, это бывшая каменная лавня. Но тем не менее, вот такой область туризма называется Сибиристология, и он в последнее время тоже достаточно популярен. Если еще лет 10 назад это скорее был удел некоторых субкультов, то сейчас это становится все более и более популярным входом. Так, ну вот мы и прибыли к пещере Доклоборсущая. Вход вы можете видеть за моей спиной. Это вот такая вот дырка в земле на склоне, на берегу реки Волги. Это Старицкий район Тверской области. В принципе, исторически достаточно интересное место. Ну, например, по одной из легенд, где-то здесь спрятана известная библиотека Ивана Грозного. Ну, это легенда, а вот пещера это реальность. Здесь вдоль вот этого склона нашего, здесь достаточно много раньше было всевозможных штолин, где добывали известняк. Они были по так называемому семейному принципу, то есть каждый дом, каждая семья имела под домом каменоломню. Со временем они были объединены в один большой массив, и сейчас это пещера Доклоборсущая, которая по продавительным оценкам составляет, ее протяженность продавительного оценка составляет примерно 14 километров. Ну, у нас сейчас задача, конечно, не обойти ее всю, это было бы проблематично за один день. Мы решили, учитывая, что популярность набирает подземный туризм, донести в массы какие-то вещи элементарные о поведении под землей, о нормах общего приличия подземного. В частности, во-первых, предыдущее посещение этой системы, я обнаружил, что она достаточно сильно замусорена. К сожалению, это большая беда, беда вообще туризма, бывает, что и водники часто что-то там выкидывают, и пешие туристы, но это доброс до пещер. Поэтому мы сейчас, во-первых, разместим в пещере соответствующие таблички, призывающие не мусорить. Во-вторых, обновим журналы на первом и на втором входе в пещеру. Здесь два входа, вот мы у первого, потом мы под землей дойдем до второго. Значит, там же положим рядом с журналами соответствующие правила пользования журналом и правила для новичков, которые впервые посещают пещеры. Таким образом, постараемся, чтобы турист, который впервые попадает в эту среду, он как бы не был здесь чуждым. Но об этом мы поговорим уже в пещере. А сейчас мы берем наши штурмовые рюкзаки с легкими и без ночевки, мы буквально на один день с легкими рюкзаками, и загружаемся вот сюда, значит, в пещеру. Так, ну, как говорится, полезно. Ну, вот, в общем, мы забрались в пещеру. В любой пещере при входе обычно имеется журнальный зал. Журнал – это такая вот книжка, в данном случае мы ее принесли с собой, оставили, потому что от предыдущей группы журнала не оставалось. Значит, это вот журнал этого входа. Вот здесь надо отмечаться, что вот мы забросились, мы отметили, что пришли, значит, отметили, что пришли, просто как бы погулять, вот, и когда будем выбраться, что мы до вечера выбросимся. Значит, если вдруг группа не выписалась, значит, какая-то беда, они заблудились, или, не дай бог, обвал, их надо искать. Вот, поэтому не пренебрегайте правилам ведения журнала, соответственно, записывайтесь, и, уходя, обязательно выписывайтесь из журнала. Для новичков, соответственно, вот здесь сделали на брендовании журнал правила пользования журналом, да, записи, выписки. Вот, они же есть у нас, собственно говоря, здесь повесили среди табличек. Вот, здесь очень коротко, буквально там на 1 листа 4 основные правила проведения под землей, из разряда ходив каски, имеет два фонаря и в два раза больше запас света, чем временно, когда ты планируешь идти. Вот, ну и отдельно, наш сегодняшний, как говорится, основной аргумент, даже наша цель основная, это противоборство мусору, противоборство, как бы, скажем так, захламлению пещеры. Вот, есть соответствующие таблички, и такая имеется, и даже вот тут в стихотворной форме имеется, вот, и вот таким злобным дедушкой имеется. Вот, мы их всех поставили на входе здесь, чтобы люди сразу это могли видеть и знать. Ну и, соответственно, на втором входе мы сделаем то же самое, на втором входе в этой пещере, вот, и в гротах это сделаем. Ну, сейчас мы попробуем пройти до грота Лена, центральный грот, так называется, в этой пещере. Вот, там мы оставим вещи, соответственно, может быть, заодно сделаем уборку некоторый мини-субботник этого грота, и после этого пойдем попробуем пройти по пещере до второго входа, и там заснять все. Сейчас, кроме артефактов, которые, естественно, в каждом гроте присутствуют, и это, как бы, уже некая атрибутика грота, типа вот такого монитора, да, к сожалению, достаточно большое количество мусора мы встретили. Конечно, вообще, если сказать, тот призыв, который я оставлял на входе не мусорить в прошлый раз, и то, что мы вот тогда с карман доставили, да, и то, что как-то там просил связываться с тверскими спелеологами, чтобы как-то с мусором попросить, он сработал, а мусора в системе меньше, это заметно. Но вон есть, вот, пожалуйста, бутылка из-под шампанского, которую не вынесли, вот у нас здесь, пожалуйста, разжига лежит, бутылки из-под разжига, которые никто никого не вынес. Эти пленки они нужны, это пленки не мусор, это как раз вода, чтобы стекало. А вот такого типа мусора есть. Так что, для начала мы сейчас соберем на этом гроте мусор, сделаем небольшой субботник, и вынесем мусор на поверхность, чтобы потом его увезти в Москву. Вообще, мусор, в принципе, в пещерах, его, вот когда вы едете в пещеры, его собрали, как в любом походе, и увезли. Вы же как-то все это заносили на себе, в пещеру-то, значит, можете обратно унесить, и паче-то мусора-то поменьше, чем припасы. Но, если делается субботник, то собирается чужой мусор, который, к сожалению, нехорошие свиньи пооставляли, тогда их, к сожалению, мусора много, субботник глобальный, по аналогии с подмосковными сиянами, собирается все в кучу при входе и сжигается там. Это для экологии, конечно, не очень полезно, но это меньшее золото, говорит в связи с тем, что останется в пещере. Но вообще, чтобы до такого не доводить, лучше взяли с собой, упаковали в пакетики и увезли на машине, на электричке, не важно, на чем вы добрались. Ну, ладно, мы приступаем к уборке, а потом, как только закончим с уборкой здесь, так пойдем по пещере, и, может быть, еще покажем какие-то моменты, у нас сегодня планы зайти до второго входа и там поставить соответствующее. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Вот сейчас мы думали, что здесь, а в самом деле мы практически вот здесь. А сейчас посмотрим, а потом будем уже выбираться, куда нам нужно. Потому что сейчас мы откортируем этот кусок, чтобы привязка была крыта. Все, правильно я понимаю, что мы где-то вот здесь? Вот, 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 вот здесь, да, вот, вот эта развилка, да, это Союз Метрострой. Ну, я сейчас... Вот она, здесь, 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 Союз Метрострой, вот она вот здесь, прямо на развилке, на другой сне, правда, ну. Союз Метрострой. Союз Метрострой. Ага, есть. Если вдруг у вас в пещере закончилась вода, если вы зашли на большее время, чем ожидали, то воду из водокапов спокойно можно пить, она чистая, пригодная для питья. Вот, собственно, я даже ее сейчас выпью. Ну, туда, как раз, и лазили всегда. Да, и сейчас надо было лазить. Возьми, в чем-то, да, и не буду, а далеко все нагадать, я тебе скажу. Просто ты лазь на камеру, ты даже сказки-то не залезешь по-хорошему. Ммм, да не надо. Ну, и, ай! Так ты там это не застряй. А то будет, как свиньи пухом. Ай! Сказка! Там видишь, если она туда вниз упала бы и не достали бы потом. Угу. Сказка здесь залезть тяжело, кстати. Ну, да. Так, теперь главное туда не упасть. Это кишка? Так, ну все, хорошо. Ну, ребят, кто хочет, можете залезть, конечно. Давайте. Я хочу. Давай. Ну, полезли, что-то даже до конца. Так, ну вот, это залезло. Ну, ты как, походу, делась легче всего в стороне. Ну, да. Точно. Ну, вот если... Сейчас я вам ее постараюсь передать. Так, чтобы она снимала. Слушай, подбери, пожалуйста, уже и камеру, чтобы не уходить. Да. 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 Ну, пока еще есть будет. Идем, застревай. Не застревай. Я тебя не буду еще. Блин, меня никто из вас не хочет. Да. Ну, ты что вас не вытащите, потому что я не заслевал. Он не заслевал здесь. Ты что, там даже и не видели. Ага. А я снимаю фильм о том, как снимает фильм. Ага. Ага. Я тут расположилась третьим ярусом. Так. Молодец. Так. Ты в меня... Это? Что, если на вас упадет мой телефон? Так. Ну, все. Я сейчас буду прекращать съемку. Я тут не помещаю, что с тобой вместе. Что говоришь? Я говорю, что с тобой вместе там не помещаю. Я говорю, что с тобой вместе там не помещаю. А пицца. А ты попробовал просто застрять в дырке? Да погоди, мне еще подказку не позависся. Ну, застревай. Все. Блин. Много. О, прямо на камеру падает вода. Чего-чего? Это белая гриля или такая? Не знаю. Значит, мы с Греком пополам, пройдя через несколько маршруты, полазив в каких местах узких, интересных и так далее, дошли от первого входа до второго входа в пещеру ДХБ. Вот, собственно, и этот вход. Его ребята сделали в виде колодца. Сверху он закрывается от осадков. Достаточно получилось неплохо. Единственное, что очень скользко. Внизу аккуратно, чтобы спускаться, не упасть. Вообще, кажется, первый вход старый мне понравился больше, честно говоря. Но в пещерах такого типа, как ДХБ, которые подвержены обвалам и которых не так много людей бывает. Да, то есть, наличие двух входов, это, в принципе, принципиально важный момент с точки зрения, по крайней мере, безопасности туристов под землей. Вот. Ну и мы, соответственно, исправили недочет. Мы положили также журнал здесь на входе, на втором. И также положили памятки новичкам и таблички, призывающие не мусорить. Но заодно это в кадр не попало уже. Мы по дороге аналогичные таблички оставили в некоторых других гротах. А сейчас мы собираемся дальше идти на лагерь и по дороге продолжим уточнение карты. Дело в том, что на карте, которая имеется, которая в общем доступе есть в интернете, есть не все надписи, которые нужны для ориентира в пещере. Вообще-то эта работа глобальная. Ее по-хорошему счету надо делать долго и упорно. И едят ни за один день, ни на скоком. Но, как говорится, некоторое начало мы положили. Обязательно опубликуем эту карту потом где-то в интернете уточненную. Вот. Но это капля в море. Соответственно, чем больше, чем дальше, чем будем ходить, будем мы что-то может быть делать там с нашим отрядом. И, может быть, и другие спелеологи подключатся тоже как-то сделают карту более пригодной для ориентировки под землей. Вот. Ну все, на сим мы опять отправляемся вниз. Субтитры сделал DimaTorzok